Груда обгоревшего металлолома, растекшийся пластик, обугленная резина. Условно целыми остались лишь задняя дверь, бамперы и два колеса. Автомобиль японской марки выгорел практически полностью. Стоял он прямо под окнами Галины Крючковой. Ее квартира могла сгореть. Спасло то, что ночью пожилую женщину разбудил непонятный стук. Она зашла на кухню, а под ногами уже лежали осколки стекла. Внутри ничего не пострадало, кроме окон. Пожарные быстро приехали? Очень, очень. Тут же появились пожарные машины и стали снизу поливать. Ну, видите, докуда доходило. Ну, не пламя, а копоть. Начало гореть вот снизу. На видеокамеры они смотрели у нас, ну, говорят, какой-то мужчина. Произошедшее можно смело назвать поджогом. На камерах видеонаблюдения, установленных во дворе, видно. Мужчина, размеренным шагом, неся в правой руке что-то тяжелое, подходит к припаркованным автомобилям. Ненадолго задерживается у машины яркая вспышка. Похоже, что злоумышленник использовал какую-то горячую жидкость. И человек почти так же не спеша удаляется. Хозяин автомобиля живет в соседнем подъезде. Рассказал, что машину приобрел совсем недавно. Обошлась она ему в 5 миллионов рублей. Завистники или недоброжелатели уничтожили новый кроссовер. В этом предстоит разобраться полицейским. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по факту поджога автомобиля, прошедшей ночью на улице Льва Толстого в городе Бийске. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Изъято видео с камер наблюдения. Сотрудники уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Бийская проводят необходимый комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к данному противоправному деянию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За последние полгода в Бийске это не первый случай поджога дорогого авто. В январе также ночью злоумышленники уничтожили иномарку Анатолия Чуя. Директора Бийского водоканала. Преступника тогда удалось найти довольно быстро. За подобные преступления уголовное дело возбуждают по 167-й статье «Уничтожение чужого имущества». Наказание по ней до пяти лет лишения свободы. Евгения Ижутова, Илья Питков. День с толком.